Когда мы слышим словосочетание «летний лагерь», сразу представляем себе море ребятишек, которые всячески креативят, участвуют в разных конкурсах, танцуют на дискотеках и в целом беззаботно проводят каникулы. Но часто незамеченными остаются люди, которые создают эту неповторимую лагерную атмосферу. Да, речь идет о вожатых. У студентов, которые проходят практику, есть прекрасная возможность попробовать себя в летний период в качестве организаторов детского отдыха. Молодежь у нас составляет большую часть педагогического коллектива. Это как ребята, которые приезжают в составе педотряда. Это не всегда практиканты. Это ребята, которые просто заинтересованы и заработать, как вы говорите, и просто приобрести опыт. Здесь одну смену можно за короткий срок приобрести бесценный опыт общения с детьми, приобрести понимание того, хочешь ты остаться в этой профессии или нет. И материальная составляющая тоже имеет место быть. Сейчас у нас педагогический состав 34 человека. Из них 22 – это молодежь. Подавляющее большинство тех, кто еще только на пороге этой самостоятельной профессиональной деятельности. Наша съемочная группа посетила детский оздоровительный лагерь «Орленок». Ведь летом многие дети едут именно сюда за новыми знакомствами, воспоминаниями и впечатлениями. А как всем известно, ни один лагерь не обходится без вожатых – молодых, помощников, опытных педагогов. Родители хоть и на время, но доверяют им самое дорогое – жизни и здоровье своих детей. Анна Семенюк, студентка факультета физического воспитания, не первое лето приезжает в лагерь, чтобы поработать вожатой. На этот раз девушке достался седьмой отряд с интересным названием «Динамит». Потому не зря девушка отметила, что от таких веселых, задорных ребят она заряжается энергией на весь день. Когда первый раз я поехала в лагерь, у меня были старшие дети. Немножко был страх, что уже это подростковый возраст, могут быть различные конфликты, недопонимания, но, как оказалось, все хорошо. Я пошла работать в лагерь летом, потому что это хорошая возможность подзаработать студентом. То есть ты приезжаешь, отдыхаешь с детьми, проводишь с ними какие-то мероприятия, и дети отдыхают, и ты отдыхаешь. Почему именно лагерь? Потому что у меня на третьем курсе будет практика. И когда я уже поеду на третьем курсе, это будет, может, третий раз, мне будет намного проще и проводить мероприятия, и работать с детьми, и вести дневник практики. То есть это как бы уже опыта я набираюсь заранее. Если для кого-то работа в летнем лагере не в новинку, то для Виктории Пашкевича и Эвелины Заносовой такой опыт впервые, потому девушки готовились к смене усердно. А по приезду в лагерь их ожидания совпали с реальностью, а волнение и вовсе отпало. Для молодежи достаточно много различных способов заработка. Почему именно лагерь? Потому что это классная возможность поработать с детьми. Это очень интересный опыт. И в целом достаточно много различных событий, мероприятий, достаточно много абсолютно разных воспоминаний. Поэтому это того стоит. До того, как гранили детей, было действительно очень много переживаний, что будет как-то тяжело, что какие будут дети в целом. Поэтому страхов было огромное количество, на самом деле. Но на данный момент осталось очень много классных впечатлений, пусть только середина смены, но очень здорово. У нас на самом деле молодежь очень способная и очень талантливая. Что касается меня, я очень люблю работать с детьми. И я решила пойти сюда воспитателем, чтобы поработать с детьми. И также у меня практика в университете имени Александра Сергеевича Пушкина. И я решила именно здесь пройти практику, потому что очень много хороших отзывов о работе здесь. Такая летняя практика для студентов – это хорошая школа жизни. Она помогает раскрыть лидерские качества, найти новых друзей, дает возможность заработать в летнее время и приобрести профессиональные навыки и опыт.